Верхняя Салда – столица мира, шутят местные, но в каждой шутке только доля шутки. Правда же в том, что город сейчас действительно развивается и уверенно сохраняет статус Титановой столицы. Чтобы держать марку, ВСМПО «Висма» работает беспрестанно. Главный двигатель – люди. Почти 20 тысяч человек в Верхней Салде и в Березняках. Работают с семьями, появляются трудовые династии. И, конечно, главное для компании – создать условия для всестороннего развития сотрудников и их детей. Спорт – неотъемлемая часть жизни заводчан. Вот, например, стадион «Старт» в Верхней Салде. С начала весны до глубокой осени на поле ежедневно проходят тренировки и матчи юных и взрослых футболистов. Ежегодно проходит спартакиада для сотрудников корпорации. В этом году спортсмены собирались в доме спорта «Титан» в Березняках, который остается излюбленным местом соревнований и тренировок овисмовцев. Корпорация генерирует новые и продолжает начатое. Такова позиция руководства компании и ее акционеров. Мы сохранили фонд материальной помощи и в полном объеме сохраним фонд социальных программ, на который мы ежегодно направляем порядка полутора миллиардов рублей. Это, прежде всего, детские программы, спортивные, досуг, помощь городским социальным объектам. Это профилактика здоровья, поддержка наших пенсионеров. Заботится компания и о досуге. Вот корпоративный дворец культуры «Металлург» в Березняках. Центр, привлекающий спортсменов и артистов. Состояние объектов культуры не остается без внимания корпорации. В 2021 году обновился фасад дворца культуры имени Гаврила Агаркова в Верхней Салде. Появилась мощная свето-звуковая система. Привели в порядок и кинотеатр «Кедр». Конечно, приятно, что он участвует в нашей корпорации в благоустройстве нашего города. Это же важно для нас, потому что мы здесь находимся постоянно, мы здесь живем. Приятно, что думают о наших детях. Хотелось бы, чтобы наши дети не уезжали с нашего города. А детям и уезжать не обязательно. Профессию можно получить в родном городе. И даже заработать деньги в 14 лет. Первые выпускники кластера «Перспектива» уже сдали экзамены и готовятся вступить на летние месяцы в ряды заводчан. Для выпускников салдинских школ в этом году запускается уникальная программа «Профессионалитет». Верхнесалдинский авиантологический колледж, безусловно, наш партнер по подготовке кадров. И когда министерство предложило «Профессионалитет», мы совместно смотрели его особенности. Суть его заключается в том, что образовательные программы максимально ориентированы под работодателем. Корпорация совместно с благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера ВСМПО «Ависма», поддерживает талантливую молодежь верхней и нижней солды. Второй год учителя двух городов получают благодаря фонду стимулирующую ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей, а также повышают свою квалификацию. За счет дополнительных выплат мы смогли взять себя на работу для работы с детьми, специалиста-логопеда, дефектолога и психолога. Поправить здоровье или просто отдохнуть можно за городом. В Березняках, например, есть профилакторий «Чайка». Каждый год в нем оздоравливаются почти 800 сотрудников предприятия, и к этому лету «Чайка» вновь преобразилась. В Верхней Салде популярностью пользуется Тирус, летом там отдыхают школьники. А еще ремонтируется общежитие на «Ависме». Это значит, что условия жизни и труда улучшаются каждый день. И это только малая часть того, что работало, работает и будет работать благодаря механизму под названием «Корпорация ВСМПО «Ависма». В этом заверил коллектив генеральный директор Дмитрий Осипов во время встреч. И чтобы все функционировало как надо, руководство компании сконцентрировало внимание на сотрудниках. В это непростое время мы расширяем линейку продукции, выходим на новые рынки. Для этого работаем не только на увеличение количества наших заказов, но и вкладываем средства в дополнительное обучение и развитие наших сотрудников. Уверен, что каждый из вас талантлив и имеет потенциал не только знать больше, но и в итоге и зарабатывать больше. Во время встреч Дмитрий Осипов обратил внимание на еще один важный пункт – индексация зарплаты на 8,4%. Это также вклад в развитие каждого сотрудника компании. Безусловно, ключевая тема, одна из ключевых тем – это индексация заработной платы. Новость позитивная, безусловно. Второй важный момент Дмитрий Васильевич сказал о том, что корпорация работает уверенно и устойчиво в новых условиях. Развитие науки – вот прочный фундамент уверенной работы компании. Сегодня в научно-техническом центре трудится более 500 человек, 75% из которых – инженеры-исследователи, инженеры-конструкторы, программисты и специалисты. Порядка 25% – представители рабочих профессий. Корпорация ежегодно вкладывает средства в переоснащение лабораторий. А с 2022 года НТЦ получит принципиально новый импульс развития. И мы создали новое специальное научно-исследовательское подразделение для новых разработок и инноваций, для того, чтобы предложить нашим покупателям самые современные сплавы и продукты. На это направление мы возлагаем большие надежды и будем вкладывать в него ресурсы, в том числе и финансовые. Сейчас время вопросов, и они будут услышаны. Для всех сотрудников работает горячая линия генерального директора. Также обратиться к Дмитрию Васильевичу можно напрямую через корпоративный портал или записаться на личный прием. Руководство настроено на открытый диалог. Поделиться мнением, предложением и найти актуальные новости можно также на новом корпоративном портале. И вообще сейчас не время стоять в стороне, а время проявить активность и вовлеченность. И тогда огромная машина с мировым именем ВСМПО «Висма» продолжит работать, строить, творить добрые дела.